Я с ней выхожу из зоны комфорта. Я хочу выдержать интригу. Сюрприз. У меня аж мурашки, женщина, что вы делаете? Мир. Детский сад, группа цветочек. Пошел ты. Друзья, всем привет! Это первая серия музыкального сезона Week Music. И у нас в гостях потрясающая певица и артистка лейбла «Жарак» Ксюша Сэмэль. Ксюша, привет! Привет! Сегодня у нас будет не совсем интервью, а развлекательный выпуск. Я тебя предупредила, но... Мне кажется, это первый такой развлекательный у меня. Да? Да. Ну, я надеюсь, что первый, блин, не будет кома. Я с ней выхожу из зоны комфорта. Ну, супер! Но для начала хотелось бы немножко поговорить о важном событии. Это выход твоей новой песни, который, собственно, прошел сегодня. Расскажи, пожалуйста, об этой песне, про что она? Во-первых, это был сюрприз. Потому что я эту песню писала еще где-то полгода назад, получается. И она должна была быть на фите с блэкстаровским арсистом. Мы ждали 4 месяца, чтобы он сказал да или нет. В итоге он сам был согласен, а лейбл не согласен был потом уже, как мы поняли. Вот, и мы ждали-ждали. Потом в итоге в стол положили эту песню и начали релизить всякие другие треки. И потом после января, когда уже мы собрались, думаем, что выпускать. Я думаю, ну, раз уж она лежит, готовая, она мне очень нравится. И пусть она не будет тогда на фите, я сделаю ее сама. Я дописала куплет, я дописала все, что нужно было писать этому парню. А, это парень? Да, это был парень, там должен был быть рэпчик, а я такая вся, как обычно, в общем, нежные всякие припевы. А парень молодой? Да. Это был слайм или слэй? Слейм, да. Но что-то пошло не так. Ну, может быть, когда-нибудь мы что-то вместе сделаем, но конкретно этот трек. Значит, так надо было. Вот, он называется «Алые паруса». И я сначала подумала, скажу, как есть сразу аудитория, а потом такая, нет, я хочу выдержать интригу. Сюрприз. И я говорила, что я буду выпускать одну песню, а по итогу мы решили вот «Алые паруса» выпустить. И все, я держала интригу до последнего, и я так не делала никогда. Ну, ты молодец. Я всегда выпаливала, что у меня будет через месяц вот этот трек, значит, песня такая, вы уже все знаете. Вот, так что в этот раз так не случилось. Расскажи, когда ты писала этот трек, чем ты вдохновлялась? Непосредственно произведением «Алые паруса» или просто какими-то своими? Нет, это было абсолютно рандомно. Я до сих пор думаю, почему мне пришли именно «Алые паруса» в голову. Это же как было, мы решаем делать фит. Такие, о чем фит? Ну, наверное, о любви. И я послушала треки «Слэм» и думаю, наверное, это должно быть что-то такое на надрыве. Написала сначала одну песню. Скинула ему, и он говорит, слушай, так я думал, мы наоборот будем в твоем стиле что-то милое и нежное. И я такая, так, ну тогда я буду писать другое. И, ну, он заодно сказал, что в этом есть резон, потому что он сделает свою рэп-часть, и она сбалансирует песню, что она не будет прям только нежная. И я говорю, хорошо. И мне кажется, я в этот же день, когда он мне об этом написал, я написала «Алые паруса». Я просто села, и это прям такой был момент, я думаю, так, надо начать с припева, что-то про любовь. И она должна была быть счастливой, чтобы мы там в клипе стояли такие все грустные, несчастные. То есть еще клип подразумевался сначала? Да, да, мы должны были что-то снимать в паре. И это просто, рандомно пришла фраза «Алые паруса», и я думаю, ну ладно, оставлю. Ему понравилось, и все, и мы оставили. А если не получилось со слэймом, почему вы не взяли другого мальчика с жарой, например? Ну, мы думали об этом, но у нас даже на жаре, если говорить про продюсерские контракты, есть дуэт, который пока не фитуется ни с кем, и есть мальчик, с которым мы просто и визуально, и пока что музыкально не совсем подходим. Это маргер, что ли? Ну, вот со всеми ребятами, которые там рэп читают, не со всеми «я хочу», а с теми «с кем хочу», и понимаю, что мы не совпадаем там даже тембрально. Не очень это будет звучать, выглядеть. И мы думали, наверное, месяца два, не придумали ничего. Хотя у продюсера были мысли, он так мне их и не озвучил, но я подумала, ладно, давайте я сама выпущу ее и посмотрим, что будет. Может быть, она без фита будет даже лучше идти, чем с фитом, потому что можно песню испортить случайно. Да. Потому что я писала ее там с такой, ну, с таким настроением и с какой-то конкретной целью, а человек потом там напишет какую-то часть, которая ни туда, ни сюда, но он уже ее написал, и вы уже договорились о фите, и все, и песню пропасть. И уже как-то неловко будет исправить. Поэтому я такая, ну, раз уж я ее писала, я ее и закончу, и все. Но на самом деле это было правильным твоим решением, потому что песня получилась потрясающе. Слушайте ее здесь внизу по ссылке или у Ксюши в Инстаграме. А теперь мы переходим к игре. Первая наша игра называется «Пять рандомных песен». Нам нужен твой плейлист в любом из стриминговых сервисов. Смотри, ты должна просто нажать «Перемешать», и любой трек, который откроется, должна рассказать что-нибудь про него, что там тебя связывает с этой песней, может быть, с исполнителем. Сейчас узнаем, что у вас Умаэль в плейлисте. Я уже боюсь, потому что там нет, конечно, много приличного, но... Мне кажется, сейчас... А может быть, что-то вообще скучное, я не знаю. Значит, мне выпала песня «Chainsmokers Closer» с Холзи. Ну, эта песня вообще любовь любовная. Ничего не могу сказать. Я очень ее люблю, и я слушала ее на репите, пока у меня, мне кажется, уже голова не заболела. И это было. Она же выходила, когда я еще в Китае была, и я пела ее как раз на работе, когда я фрилансом зарабатываю. Она мне очень по голосу подходит, поэтому я пела ее очень часто. И это очень классно. Ты пела ее как кавер, ты исполняла? Или для себя? Да, ну и для себя. Я снимала кавер в Инсту, я помню. Я пела там, на работе. Я думаю, что она везде была. Но она классная, она же реально была везде, даже не в моей жизни, а вообще. Так что это... Как ты вообще к полосе относишься? Обожаю ее. Мне кажется, она... Она мне нравится и как артист, и как человек, и как девушка. Она лучшая. Я просто восхищаюсь тем, что она, во-первых, такой трудоголик, при этом она такие мысли мудрые говорит. Мне иногда попадаются в рекомендациях Инстаграма или в ТикТоке даже... Кусочки интервью. Кусочки интервью, да. И я слушаю, думаю, у меня аж мурашки, женщина, что вы делаете? А Джейзи Козлина. Да. Я еще видела все ее концерты, которые там с этими надписями изменяли. И от этого тоже ты прям... Тебя дух захватывает, что человек все-таки не постеснялся. И вообще все истории, связанные со сценой, и что у нее там происходило в момент выступлений, и как она продолжала петь. Я думаю, это вообще какая должна быть сила внутренняя, чтобы так... Ну, в общем, она мне очень нравится. Я смотрела кусочек выступления, где... Это уже было после их расхода, и кто-то в зале кинул то, что, типа, Юши, ну, типа, вы должны снова сойтись. И она такая, shut the fuck up, bitch! И его просто вывели из зала. Серьезно? Да. Но с другой стороны, она права. Ну, какого хрена люди вмешиваются в жизнь артиста? Очень много наглых людей, к сожалению, их нужно ставить на место, поэтому... О, есть Post Malone, Rockstar. Одна из тоже известнейших, по-моему, песен. Ну, почему-то первая ассоциация, которая мне пришла, это как я слушала в машине, потому что это такой автомобильный трек, если ты едешь по ночной Москве, где-нибудь рядом с Moscow City, желательно. И ты такой, Rockstar. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. И все, конечно, сначала не знают текст, вот этот... Вот я так же пела. Сколько ты вообще любишь хип-хоп и рэн-би музыку? Раньше вообще не любила, а сейчас я как-то... Наверное, не все, то есть нет такого, что я сразу полюбила хип-хоп, но есть треки, которые я прям тоже могу нарепить и слушать, а раньше такого не было. Я просто никак это не откликалась внутри у меня. А сейчас есть такое настроение иногда, когда хочется послушать хип-хопчик и даже зачитать рэп, хотя в моем исполнении это звучит странно, но тем не менее... На самом деле это было бы очень интересно, наоборот. Потому что обычно все девушки хип-хоперши, ну или рэперши, они такие, ну, bad mama, знаешь? А у тебя, наоборот, другой образ, и интересно, как это бы звучало. Ты такой, знаешь, это детский сад, группа цветочек. Я такая рэп. Да-да-да. Пошел ты. Так, давай дальше. Вот следующее мне попалось. Тут исполнитель называется VG. Просто две заглавные. Это читка стиха под музыку. Я думаю, что можно включить, да? Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. В общем, там, да. Значит, кто... Я любила такое, особенно, когда есть какой-то видеоряд, прикольный. Ты слушаешь из Сумеря какой-нибудь? Или из дневников вампир. Просто скажу... Там Эдвард такой, послушайте. Знаешь, есть... Господи, есть звук, где безруков читает письмо к Жене, еще не все. Это просто... Это вся моя молодость, когда ты рыдаешь, что она его бросила. Я еще слушала от него черного человека. Он на сцене, там просто черная сцена, и он ходит там тоже в черном. И я прям... Я, мне кажется, очень много раз смотрела его. Хотя я вот так вот не смотрю. Я вообще, что лайв-концерты, что какие-то выступления смотрю очень редко. Я не знаю почему, но вот как-то не складывалось мне никогда. Не было такого интереса, что я хочу увидеть как человек вживую. Либо я уже прямо оффлайн вживую его смотрю, либо вообще не смотрю. То есть я не могу проникнуть в эту атмосферу, если я смотрю через экран. Так, в Apple Music можно открыть... Купленные которые? Давай купленные, да. О, вот эта песня вообще любовь. Эта группа называется Nothing But Thieves, и песня называется Lover, Please Stay. Название многообещающее. Ну вот эта конкретная песня с альбомом, она такая очень лиричная, спокойная. У меня есть очень много фаворитов из этого альбома. Мало того, что я восхищаюсь, наверное, умениями вокальными парня, который там поет. Потому что там группа, и вот он вокалист, и он выглядит как бабушка, потому что с другом, да? Мы выведем здесь фото. Что он похож на мальчика в облике бабушки. Но потом посмотришь, он реально похож. Когда поет, кажется, что там бабушка в группе поет. Вот, и я слушала это, когда училась в универе. Я даже помню, что этот альбом я открыла, когда я училась на права. И я выходила из автошколы и постоянно слушаю вот эту песню и еще парочку из этой группы. И у меня прям ассоциация, как я иду по конкретной дороге. Прям картинка складывается и жду маршрутку. И слушаю там такой, знаете, такой томный взгляд. Куда-нибудь в окно маршрутки я слушаю. Супер, как будто в клипе, знаешь, грудка. Да, так всегда и было. То есть там маршрутки ты такой в толпе стоишь между бабушек и слушаешь бабушку. О, это песня Джорджа Смит. Февраль 3. 3 февраля называется песня. Она крутая. У нее голос как магия. Джорджа Смит, она просто сама по себе такое воплощение такого прям сексуального, при этом нежного, при этом сильного женского вокала. И поэтому она такой собирательный образ для меня идеального женского исполнителя. Она и внешне... Ну, то есть она, во-первых, гармонична сама по себе. Она не выбирала образ, который ей не совсем подходит, какой-то суперкоммерческий. Она прям такая, вот какая она есть. Ее просто там чуть-чуть... Шлифанули. Да, шлифанули и все. А все, что касается музыки, я уверена, что это вот только от нее исходит. Никто ее там никак не ограничивал. Ну и в целом у нее хороший посыл. Я слушала и вчитывалась в текст. И мне так нравится вообще, о чем она поет. И она так, не знаю... У нее есть такая женская мягкая сила. Вот есть такие женщины, которые они... Ну, возьмем Майли Сайрус, которая выходит на сцену сейчас. А есть Джорджа Смит, которая выйдет, но ты все равно чувствуешь вот эту женскую мощь. Она как встанет такая и прям хочется сразу сесть. Какое хорошее сравнение. Ты знаешь, она мне немножко напоминает певицу ЗА, как она называется? Поняла? СЗА. Да, не знаю, как точно произносится. Ну, у них есть такая категория. Томные какие-то. А вот какое-то направление музыки считается? Вообще R&B-сол. Вот тут между соло и R&B. То есть это такой приджизованный... И у них же есть и хип-хоп тоже треки, но они тоже такие супермягкие. Поэтому их хип-хопом не назовешь. Вот больше такой R&B-сол. Так, друзья, мы переходим к третьей части нашего шоу. Самой веселой, я надеюсь. Сейчас я попрошу Ксюшу открыть специальную масочку, которую мы разработали для этого шоу. Вы можете найти ее в инстаграме, введя WeCommunity. А на этой маске вам будет выпадать какое-то рандомное слово, где вы должны будете вспомнить песню с этим словом. Вот, мы будем с Ксюшей соревноваться до трех побед. И начинает, конечно же, Ксения. Ну что ж. Я надеюсь, там будет несложное слово. Мир. Началось! Блин, подожди, мир. Мир. Почему я как прекрасен этот мир... А есть вторая песня, как прекрасен этот мир. Посмотри, что-то такое. Ну да. Я не знаю, это считается. Ну потому что... Ну что, друзья, будем засчитывать? Я не помню ничего. Засчитаю. Спасибо. Так, давайте 1-0 продолжаем. По-советским только. У меня тоже по-советски. О. Надеюсь, ты не слышишь, что-то... Любовь, ну... Любовь, похожая на сон! К сожалению, исполнитель этого прекрасного трека не вспомнил, но... 1-1. Так. Давай, сейчас нужно как-то притянуть себе интеллект. Потому что... Ирина, сейчас забыли. Это память, это память, это память. Так, готова. Так. Минута. Еще одна минута вечера, что и мы... А что за песня? Увидимся. Есть? Защитывая. Вечность. Это песня... А, это исполнительница из лейбла, где Тима белорусских. Такая девчоночка. У нее еще песня... Ну вспомни. Так, мне грустно, я смотрю наши старые мультики. Не знаешь, что такое? Она в тиктоке просто. Слышала, наверное. Да. Нет, даже в тиктоке ты слышала. Это вот ее тоже песня. Привет тебе. Вряд ли ты меня знаешь, конечно. Я уверена, что ты знаешь. Так, давай один. Ну, мы все тиктокеры друг другу знаем. День. Я вот бы не вспомнила. День и ночь. А, спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сыр, спасибо за дочь. Я не знаю, что такая песня существует. Ну, если мы ее обездаем. Я думала, это, знаешь, цитата ВКонтакте на стенке. Ну, подождите, дай я тебя загуглю. Вы знаете эту песню? Спасибо, Блатон. Спасибо за поддержку. Так, давай, Ксюша. Поехали. Ну все, сейчас Ксюша выиграет. Нет, ну тут звезда. Ну, есть же песня, да, со звездой. Ну, а можно, типа, звезду? Да, конечно. Моя мечта сорвать звезду, подарить тебе ее, чтобы она освещала тебе путь. Это Джонни. Ааа. Джонни я знаю. Так, третье, последнее. Слезы. А я уже две вспомнила. Знаешь? Да. Ну ладно, давай. Первая надсай, вот это, если бы слезы твои были. Да, точно. А потом, а по щекам мои слезы. Это что-то твоя. Это твоя, а не моя. Да, это как в тиктоке. Из тиктока, да. Ну что, ребят, с позором проиграла, упустила слово слезы. Со слезами, да. Итак, дорогая Ксения, небольшой блиц. Готова? Да. Быстро отвечаем. Давай. Готова? Давай. Любимый зарубежный исполнитель? Алик Бенджамин. О, да, он классный. Да, конечно. Масечка-зайчик, котик-самолетик. А, ну да. Шарик-фонарик, пупок-щелчок. Понятно. А любимая песня на данный момент? Prisoner, Майли Сайлес. Я слушаю ее третий день просто без передышки. А тебе нравится больше из Амали или из-за Дуалиппа? Вообще из Амали, кстати. Ну да, мне так нравится. Я из-за Дуалиппа ее начала слушать, а потом поняла, что у Майли там такая партия классная, что я все время такая поюгут ее в артию громкую. Классная очень песня. Классная песня. Послушайте. И третий, последний вопрос. Готова, коронный? Да. С кем бы фит хотела? С Джонни. С Джонни? А все с Джонни? Ну, потому что я уже сколько, сколько он на сцене, столько я и хочу с ним фит. Ну, потому что это был первый человек, в чью музыку русскую я влюбилась. Это очень значимо для меня. И в лицо тоже. Молодой человек, который, да, суперталантливый. Делает вид, что не слышно. Суперталантливый и хочу с ним фит. Но вы же в рамках одного лейбла, почему вы не можете сконтачиться с ним? Ну, мы не совсем в одном, точнее, мы не в одном лейбле. Он, Рава, не входит в Джонни? Он, да, он в отдельном. Ну, и плюс его сейчас, до него сложно дотянуться. Но мы в хороших отношениях и, может быть, когда-нибудь. Я эту мысль держу в голове, и если что-то получится, это, конечно, прям будет супер переломный момент в моей жизни, потому что еще до вот этого момента не было такого, что я очень хотела с кем-то фит. Я думала, что оно все либо как-то суперестественно произойдет, либо потому что лейбл скажет. Оно не потому что я хочу, потому что я не знала, с кем я могу спеться. А здесь я понимаю, что я могу. Почувствую. Да. Я надеюсь, что Джонни это увидит и все поймет. Дорогие друзья, а теперь конкурс. В этот раз мы разыграем офигенный подарок, который поучаствовал в качестве реквизита в мод-видео Ксюши. Ксюша. Что это? Из-за того, что песня «Алые паруса», мы решили задействовать кораблик с «Алыми парусами», так что я хочу его отдать кому-то из вас. Чтобы вам выиграть этот офигенный кораблик, вам нужно записать в ТикТоке видео под Ксюшину песню, отметить ее аккаунт, а также поставить хэштег «Вы в комьюнити». И пусть победит сильнейший. А вы не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх, писать комментарии. И всем пока. Пока. Пока.